Так, друзья мои, ну вот, мы занимались описанием подгрупп. Смотрите, мы научились проводить прямые нормально. Вот, прямая, и на ней точки 0, 1, 2, 3 и так далее, да? Целые числа, пока мы знакомимся с целыми числами, и еще довольно долго будем именно с ними знакомиться. Мы изучаем подгруппы внутри целых чисел, то есть подмножества, которые замкнуты относительно операций плюс и минус. Ну или совсем уж по-русски мы играем в такую игру. Давайте выделим какой-то набор целых чисел, такой, что если я буду внутри него складывать и вычитать, то никогда за пределы этого набора я не смогу попасть. И мы уже столкнулись с тем, что если мы возьмем любое число B, то все кратные этого числа, и таким образом мы познакомились с умножением, между прочим, все кратные этого числа образуют подгруппу минус 3B, минус 2B, минус B, 0B, 2B и так далее. И она как-то очень похожа на саму, собственно, группу Z, на множество всех целых чисел. Но вот что значит «похоже», мы в дальнейшем назовем это страшным словом. Изоморфно. А пока мы не будем его произносить, а попробуем доказать, что любая подгруппа должна иметь ровно такой вид. Прекрасно. Рассмотрим любую подгруппу. Ну, если в ней ничего кроме нуля нет, любая подгруппа, ну я когда говорю подгруппа, я имею в виду не пустая, не пустое множество, не пустое подмножство целых чисел. Если в ней ничего кроме нуля нет, ну да, ну значит мы попали вот в эту нулевую подгруппу, которую изучать неинтересно. Если же есть хоть один ненулевой элемент, то есть и противоположный к нему. Это мы вчера уже, так сказать, аргументировали почему. А соответственно, если есть какой-то ненулевой элемент, то есть и какой-то положительный. Теперь мы возьмем самый маленький положительный элемент. Самый-самый. И докажем, что все остальные элементы нашей подгруппы являются его кратными. В самом деле предположим, что это не так. И вот у нас есть какой-то элемент B, который не кратен C. А что значит не кратен? Это значит, что он не попадает ни в одну точку вида 2C, 3C, 4C и так далее. Ну и если есть какой-то некратный слева от нуля, то есть отрицательный, то тогда в нашей подгруппе есть и противоположный, положительный. Поэтому мы сразу можем считать, что такой некратный C элемент он лежит справа от нуля. Вот видите, я так провел эти кратные C. Вот у меня в данном случае идет 5C, 6C. Ну вот на самом деле мы между 4C и 5C попали. То есть B попал между двумя соседними целыми кратными. Чему же это тогда противоречит? А вот чему. 4C у нас в нашем наборе лежит. Да, конечно, потому что если C лежит, значит C плюс C лежит, C плюс C плюс C лежит и так далее. 4C лежит. А B тоже лежит. Но тогда я могу написать разницу. B минус 4C. Где она находится? Она имеет такую вот длину и положительна. Значит, мы откладываем ее от нуля и понятно, что она находится строго между нулем и C. Принадлежит. Такой значок. Давайте выучим. Принадлежит. Принадлежит подгруппе. Противоречие. Почему противоречие? Да потому что мы C выбрали самым маленьким положительным элементом из нашей подгруппы. Меньше него и больше нуля. Никого не должно быть там. А вот вам, пожалуйста, вот он, который оказался там. Значит, предположение, что B не кратно C приведено к противоречию. Все. Итак, любая подгруппа. Ага. Любая. Ай. Любая подгруппа. Это значок означает любая. Подгруппа. Z. Является одной из подгрупп вида BZ при некотором B. Это положительный Корректория. Ай.